Практическая психология Практическая психология Практическая психология Лист и лист бумаги, да, всё, что мы на нём напишем, то мы, соответственно, и получаем, да, такого мы ребёнка в этот мир и как бы преподносим, отпускаем, да. И вот мне кажется, что самая первая травма, которую, да, к сожалению, очень многие детки получают, это вот именно травма первой привязанности, да, когда ребёнок только-только рождается, когда малыш появляется на свет, и вот эти вот отношения с мамой, от того, насколько они близкие, тёплые и так далее, и будет зависеть то, как ребёнок будет относиться к этому миру. Вот как часто бывает, да, первый, когда ребёнок, сама неопытная, сама не знаешь, как вообще, что, испуганная, вроде бы кажется, что, ну, там есть бабушки, есть мамы, есть столько книг, всего-всего-всего, но, тем не менее, мы часто понимаем, что что-то делаем не так, да, бывает. И так, что лучше всего не делать или, наоборот, что лучше всего делать? Если говорить о том, что лучше всего не делать, да, то вот прям так и хочется привести пример вот этого нашего прошлого поколения, да, ну, не все, но большинство, да, мамочек, как себя в тот момент вели. Да и сейчас тоже много очень таких моментов, когда пусть малыш прокричится, да, вот пусть он полежит в колыбельке, я сразу к нему подходить не буду, а то приучится к рукам, да, а то будет не такой послушный, вот была какая-то тенденция, да, вот в этом постсоветском пространстве ещё. И, конечно же, это формирует ребёнка недоверие к этому миру, то есть меня не слышат, меня не понимают, никто не придёт, никто не поможет, я один. Такая безысходность даже у маленького. То есть я в опасности, мне страшно, рядом со мной никого нет. Если говорить о том, что нужно делать, да, вот прям первый год жизни ребёнка, это вот настолько должен быть тесный, эмоционально тёплый контакт с ребёнком, чтобы он понимал, да, что я не один в этом мире, что вот мама, а мама это и есть, да, первый мир для ребёнка. То есть вот от того, как мама будет относиться к ребёнку в этот момент, и зависит то, как он потом будет относиться к миру. Вот смотрите, интересно тоже, даже вот, например, в роддоме, да, некоторые мамы, как говорится, прямо с самых родов, больше ребёнка никуда от себя не отпускают. И не отдают там, даже если ребёнка просто осматривают врач, они стараются присутствовать здесь же. Есть мамы, которые говорят, о, слушайте, родила, дайте возможность отдохнуть. Да, дайте я хотя бы там ещё несколько вот этих 2-3 дня вот в этом роддоме ещё приду в себя после родов. Вот и потом, когда они, например, узнают, да, появляется чувство вины. Вот как вот с этим вот быть? То есть бывает действительно женщина, например, во время операции там, да, у неё, например, кесарево, она не может сразу же встать и участвовать в жизни ребёнка. Ещё бывают всякие разные истории. То есть как-то можно потом эту ситуацию исправить? Я думаю, что непоправимых ситуаций, конечно же, не бывает, да, и винить себя за то, что уже произошло, ну, как бы нет смысла, да. Сделали выводы, живём дальше. Восполнить эту любовь нужно и можно. То есть как можно больше любви даём своему ребёночку, да, как мы только приехали домой там, да, как только мы поняли, что ага, надо. Да, я могу уже, да, дать своему ребёнку всё, я в ресурсе, я готова. Почему вот тут ещё хочется обратить внимание на то, что очень важно вот в первой части, ну, как бы, да, в первых днях, в первых месяцах совместной жизни мамы и ребёнка поддержка со стороны мужа, бабушек, дедушек, да, потому что очень многое зависит от состояния самой женщины. Конечно, да, я уверена, что это состояние передаётся ребёнку, особенно если мамочка ещё плюсом, да, ну, были какие-то осложнения после родов, это же не просто физически ещё плюсом, да, а ещё ведь нужно за малышом следить, нужно кушать мужу готовить, да, нужно дома прибираться, никто эти обязанности не отнимает. И да, очень, конечно, идеальный такой вариант, когда мамы, бабушки, папы, там, ну, близкие, да, вот поддерживают в этот момент и хотя бы часть обязанностей женщины снимают. Ну, вот слово поддерживают, но не делают всё за самую женщину, да, вот тут тоже очень важно, потому что эти границы, да, да, этот баланс нужно соблюдать. Хорошо, итак, нарушение привязанности в раннем возрасте, что-то ещё хочется добавить по этому поводу? Я думаю, что здесь вкратце мы осветили основные моменты. Хорошо, тогда идём дальше. Итак, вот смотрите, вот вроде бы вот всё, вот ты, я про маму, да, мир этому ребёнку, ты откликаешься на все его призывы, ты удовлетворяешь все его потребности. И вот тут ведь опять такая история, да, как бы соблюсти вот этот самый баланс, чтобы не превратиться в центр этого внимания, чтобы ребёнок не стал вот этим центром вселенной. Да, вот правда, очень такой важный момент, момент сепарации, да, ребёнка от родителей. Конечно, формировать привязанность – это очень важный момент, но и вовремя отделять ребёнка от себя тоже очень важно. Как вот сейчас модно говорить, да, вовремя перерезать пуповину, да, чтобы вот потом за эту пуповину человека всю жизнь-то… Не подтягивать. Да, не дёргать. То есть, и, кстати, вот интересный момент, если за чувство привязанности отвечает у нас мама, то вот как раз за чувство, за момент сепарации как раз-таки по большей части отвечает всё-таки папа. Отец. Да, то есть это он должен взять ребёночка и потихоньку отделить спокойно, там, комфортно, да, от мамы и показать его миру, и ему мир показать, помочь социализироваться, успешность вот эту развивать, да, коммуникативность и так далее. Конечно, тут роль мамы тоже есть, несомненно, но вот роль папы здесь как бы вот на первый план выходит, да. Потому что маме-то дай только волю, мама-то из-под юбки не выпустит до 40 лет, да, чаще всего мы именно это наблюдаем. А вот папа, как взрослый, адекватный мужчина должен понимать, что всё, например, там, да, ребёнку отдельная колыбелька уже, пора, так, дальше что пора? Пора в садик отправлять, нечего тут под юбкой у мамы сидеть, да. Да, но ведь часто бывает так, что мужчины сами не сепарировались ещё. Да, да, все мы дети, да, своих родителей, наши родители тоже дети своих родителей, да. И вот эти вот, как интересную фразу сегодня прочитал где-то на просторах интернета, что неуверенность в себе передаётся по наследству, да. То есть вот из поколения в поколение, почему многие психологи сейчас вот модно, да, тоже такое модное направление работать с родом человека. То есть не только с самим, да, человеком, а со всей вот его семьёй. То есть что там, какие установки, да, вот передаются из поколения в поколение, убеждения, да. То есть да, очень важный момент. И как раз-таки вот если наступает гиперопека, да, вот в этот момент, если всё-таки вот эта сепарация не произошла, то тут тоже могут быть последствия. Какие? Да, и на самом деле ребёнок говорит, ну как бы, да, слышит, что в этой истории, что мир опасен, да, что я ничего не могу. Мне ничего не получится, да. Мне не надо ничего начинать, всё равно плохо закончится, да, вот такая установочка, вот. Часто решаем конфликты, да, за своих детей. Вот начиная там от самых обычных конфликтов в песочнице, да, поделить машинку двое детей не могут. Мамы сразу что, хватают ребёнка, да что это вы позволяете туда? Да, ну-ка верните нам нашу машинку и всё такое. То есть, а ребёнок-то не проживает эту ситуацию. Он не учится вот в этом плане как-то взаимодействовать, да, вот со вторым-то участником этих отношений, да, с таким же маленьким. Он знает, что мама всё разрулит. Да, да, как бы зачем стараться, да, если мама вот рядом, она всё, как бы, всё сделает. И потом детки такие вырастают, и они не умеют решать конфликты. Ну, не детки уже, да, уже взрослые люди. У них не получается, потому что они просто не научились в этой песочнице вот этому вот взаимодействию. Всему своё время, да? Так что конфликтом в песочнице быть и проживать. Да, всё правильно. Хорошо. А вот ещё про сепарацию. Вот смотрите, в принципе, ребёнок в подростковом возрасте, он как бы должен в норме активно заявлять, я буду это делать сам, я буду пробовать этот мир, раскачивать его там, да, и вас, разумеется, родители тоже буду раскачивать. И для многих родителей это как бы ужас, 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 как жить дальше и так далее, да. Но это ведь как раз вот такие первые шаги в эту взрослую жизнь. Понятно, что иногда это бывает очень-очень болезненно, да? В общем, период сепарации очень болезненным считается, да, как для родителей, так и для детей. Вот можно ли к этому подготовиться? Ну, подготовиться, я думаю, да. Почему? Потому что у нас же сейчас очень много информации, да, в том же интернете. Сейчас у нас очень много коучей, там, да, каких-то специалистов, которые обучают, да, вот этому осознанному родительству. Я считаю, что это круто, да. У нас сейчас родители, ну, я думаю, что в большей степени подготовлены, да, вот к материнству, к отцовству, чем, например, вот, ну, вот люди... Подготовиться к этому можно и нужно. И тут, наверное, больше даже работа не с ребёнком нужна, да, а вот с собой. Насколько я готов его отпустить в эту взрослую жизнь. Да, потому что тут ведь ещё такая история, что когда ребёнок раскачивает твои границы и проверяет, да, тут же ты ещё попадаешь в какие-то свои собственные травматичные ситуации, может быть, да, проживаешь какие-то свои собственные истории, и иногда ребёнок к ним не имеет никакого вообще отношения. Да, то есть проекции, да, вот эти вот срабатывают, и вот как одна из, да, вот из таких ситуаций достаточно распространённых, когда родители за счёт своего ребёнка стараются реализовать свои вот эти вот непрожитые потребности, да, вот я хотела стать балерином, у меня не получилось, вот давай-ка теперь ты. И вот в подростковом возрасте как раз это профессиональное самоопределение начинается, да, и тут вот тоже очень много сложностей. Не буду мамбалериной, точно буду айтишником, да. А мама говорит, нет, ни за что, их сейчас много и так далее. Да, мы сталкиваемся с таким в своей практике. Итак, правильные, ну, какие правила сепарации есть? Ну, во-первых, вот сразу работаем над собой, ну, если про родителей мы говорим, да, нам бы самим сначала нужно сепарироваться от родителей, от своих, да, чтобы мы уже могли своих деток отпускать, да, ну и готовиться к этому, готовиться, читать информацию, если мы сами не понимаем, да, вот это нормально не понимать, нас же никто не учит, да, быть родителями, искать информацию, смотреть, развиваться в этом плане и быть готовым. И быть готовым, что лучше пусть ребёнок, как говорится, сейчас идёт в эту взрослую жизнь, да, узнаёт её, узнаёт себя и нарабатывает свой собственный опыт. Мы помним о том, что опыт, он дорого стоит, да, и его обязательно нужно получить. Хорошо. Всех объясняет именно опыт, да. Опыт, да, хотя вот цены такие выставляет. Да, да. Давайте немного проговорим про гиперопеку, да, то есть это тоже особое сейчас поколение детей, за которых, в общем-то, очень много делают родители. Да, да. Что в таких ситуациях происходит, да? Да, да, ребёнок не становится самостоятельным, да, и вот гиперопекают, да, так скажем, и он не проживает те моменты, которые должен прожить в своём возрасте. И поэтому он не учится тем межличностным взаимодействиям, которые должен научиться. То есть за него всё делают, да, и потом возникают сложности не только в межличностных каких-то отношениях, а также в выборе партнёра, да, возникает сложности. Как я выберу, если за меня всегда всё решали, я понятия не имею, что я... Может, мама выберет, ни на ком не жениться. Мама выберет, а потом к маме ещё и претензии будут, да, что выбрала вот какого-то не такого. То есть так же это, да, у нас работает. Ну вот ещё и тут такой тоже момент, да, гиперопекаемые дети чаще всего воспитываются по системе, ну, по такой... Ты герой нашей семьи, ну, как бы ты опять-таки центр вселенной, да, и мы с вами понимаем, что мы тем самым чаще всего воспитываем нарциссов. А быть нарциссом, может быть, это сейчас и модно, конечно, да, но это очень сложная такая история. Да, согласна, история непростая. И самим-то нарциссам, вот вроде бы их все осуждают, да, многие, ну, многие, да, так скажем, люди осуждают, что вроде бы быть нарциссом нехорошо, но им-то самим тоже непросто. То есть они вот всю жизнь заслуживают, да, вот эту вот любовь, подтверждают её и так далее. То есть у самого-то нарцисса внутри тоже не всё в гармонии с собой, да, так скажем. Хотя, смотрите, да, вроде бы рос в состоянии любви, да, гиперлюбви. Это была больше не любовь, а такая, наверное, зависимость, да, родителей от своего ребёнка. Вовремя, опять же, сепарация не произошла, да. А как себя останавливать родителям? Вот он, может быть, единственный в своём роде и такой долгожданный, и такой любимый, и хочется везде-везде-везде подстелить соломинку. Вот что вы посоветуете, что порекомендуете родителям? Наверное, я бы порекомендовала подумать о последствиях. То есть, да, понятно, что мы очень любим своих детей, особенно женщины, да, вот они же, там, на 9 месяцев больше знают своего ребёнка, чем все остальные, поэтому и привязанность-то это вот такая сильная материнская. Но мы должны понимать, чем это может закончиться, да, если мы вовремя ребёнка не отпустим. А когда мы уже рационально, да, так порассуждаем, и когда мы знаем, что может быть, если мы вовремя не остановимся, то в таком случае, я думаю, что рациональный родитель, который действительно любит своего ребёнка, может вовремя. Вот просто рекомендую с нашим слушателем погуглите мультфильм, такой короткий, короткометражка, называется «Пуповина», и посмотрите его потрясающий мультфильм, ну, чтобы понимать вообще все эти процессы, к чему приводит, если ребёнок вовремя не сепарировался, и вот эта гиперопека, как она мешает уже повзрослевшему вашему чаду проживать свою собственную историю, да? Ещё книга есть очень интересная «Путы материнской любви». К сожалению, автора не помню, если погуглить, прям вот там в первых строчках поиска она выскакивает. Тоже очень крутая книга, и там тоже вот очень хорошо описано, вот к чему приводит вот этот вот момент отсутствия сепарации, да, в нужное время, в нужном месте и так далее. Ещё очень хотелось бы проговорить, есть у нас время, про нарушение отношений между членами семьи, то есть даже когда… это ведь тоже приводит к травмам, которые так или иначе потом сказываются на качество жизни ребёнка, ну, и взрослого. Да, и вот тут-то, наверное, как раз-таки самые вот такие тяжёлые, да, травмы человек-то и получает, что может стать причинами развод родителей, да, либо какие-то абьюзивные отношения, там, один из родителей или оба пьют, употребляют алкоголь, наркотики, различные зависимости, игромания, жестокое обращение и так далее. Вот если взять, например… Или даже просто игнорируют друг друга, да, мы тоже встречаем в практике такие, да, очень эмоциональные отношения, да, это тоже очень сильно влияет. Хотелось бы вот остановиться на разводе родителей, потому что, ну, действительно, к сожалению, к большому ситуация распространённая, да, сейчас в нашем обществе, и как это ни парадоксально бы звучало, когда родители разводятся, ребёнок в априори чувствует себя виноватым в этом. То есть вот он себя, да, винит в том, что так произошло между двумя близкими. И иногда родители даже не пытаются объяснить. Да, 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 потому что они, думаю… Они заняты собой. Они первые заняты собой, да, и думают, что, да, он маленький, ещё ничего не понимает. А потом, когда со взрослыми людьми начинаешь работать, да, вот, которые пережили такую травму, они говорят, вот прям напрямую говорят, вот если бы я маленький, когда был, меньше плакал, лучше себя вёл, мама с папой бы не разошлись. То есть вот взрослые люди уже, понимаете, вот с такой установкой живут. А с чувством вины, если человек живёт, как он к себе будет относиться? Как к плохому, да, к какому-то не такому. Будет уже не так формироваться самооценка, да? Да, самооценка будет нарушена, конечно же. Тревожность может быть очень высокая. Да, 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 и мир-то будет такой мрачный, да, вот что вот всё изменяется. И потом вот самореализовываться-то такие дети тоже будут с трудом, потому что знают, что вот за что бы ни взялись, да, может закончиться всё плохо, во-первых, да, и зачем, да, вот если уже были такие, такой опыт есть у человека. Да, я тут даже читала, есть исследование, да, что те ребята, у которых несколький уровень мотивации, да, то есть как бы ничего не хочу, ничего не буду, и вот состояние каких-то прямо апатичных таких расстройств, да, то практически у каждого из них в истории есть развод родителей. Вот, вот. То есть вот казалось бы, да, вроде бы совсем маленький ребёнок, ничего ещё не понимающий по мнению родителей, а как потом это выливается, да, как отражается на всю его жизнь. Что делать в таких случаях? Как сделать так, чтобы ребёнок не думал, что он во всей этой истории виноват? Во-первых, объяснять. Нужно разговаривать, причём с ребёнком в любом возрасте нужно разговаривать. Неважно, там, 3 годика ему, там, 5 лет, 15 лет, они в любом возрасте... Или даже 20, потому что даже 20-летние уже вроде бы всё уже сепарированные, да, живущие абсолютно своей собственной жизнью, и то очень болезненно переживают развод родителей. Да. Потому что для, особенно для маленьких деток, двое родителей – это как одно целое. Это вот мир ребёнка, он неделим, невозможно, как это они разделили, что произошло с миром. Понятно, потому что ребёнок появляется на свет, у него есть мама и папа. Да, да. Это нерушимо, непоколебимо, да. Что делать в таких ситуациях? Разговаривать. Объяснять, что мама с папой тебя любят. Вот это прям, мне кажется, самое важное. Ничего не изменится в отношении к тебе, да, просто мама с папой не могут быть вместе. Объяснять прям... Дети нормально воспринимают эти слова. Не могут быть вместе. Так случилось, так бывает. Но у тебя остается и мама, и папа. Да, два родителя, они тебя по-прежнему любят и всегда будут любить. Ну и определять ребёнку, да, вот если, допустим, с мамой остаётся, да, малыш, как папа часто будет приходить. Что вообще дальше-то, какая определённость, чтобы должна быть. Чтобы обязательно папа был, присутствовал в жизни ребёнка, да. То есть как бы вот это самая большая ошибка, когда ребёнка начинают ввелить в этой ситуации. Самое страшное. Для ребёнка это двойная, я бы сказала, трагедия, да. И, конечно, бывает очень всё сложно, когда это происходит не в мирном соглашении, да, то есть не по договорённости, а через суды, когда всё это идёт через вот эти диагностики, через экспертизы. Когда ещё в судах спрашивают ребёнка, ты с кем хочешь остаться, да. Да, это, конечно, всё очень трагично и очень болезненно. Поэтому про, опять-таки, осознанное родительство, да, если вы приняли решение быть родителями, вы понимаете, что в вашей семье появились дети, то если вы вдруг приняли решение разводиться, то лучше всего договариваться по-доброму, спокойно, мирно и, ну, как ответственные два взрослых человека. Они боятся обращаться за помощью, да, у нас сейчас и психологи, и медиаторы, все эти люди есть, и они специально подготовлены, научены, да, тому, чтобы вот помогать людям в таких ситуациях. У нас есть ещё 4 минутки, давай проговорим про, наверное, вот запретное чувство, да, то есть как бы это ведь тоже своего рода такая травма для ребёнка. Вот очень часто, да, вот вроде бы мы считаем, что травма – это что-то прям очень серьёзное, да, когда прям ребёнка бьют, унижают, там, бьют при нём и всё такое. Но бывает так, что травмы мы наносим детям самыми простыми фразами, которые часто можно встретить на детской площадке, в лифте, в подъезде, в магазине и так далее. Самая такая типичная фраза – не лезь, да, там, не трогай, не ходи туда. Что это ребёнку говорит о чём? О том, что мир жесток, мир, там, опасен, да, я не смогу, у меня не получится. Либо вот часто же, да, мы можем слышать – не плачь, не веди себя как ребёнок, особенно мальчиком, да, любят это говорить. Ты же мальчик, не реви как девочка. Тем самым мы запрещаем, да, детям быть собой. Проживать чувства, эмоции, а их проживать обязательно нужно. Прямо такое слово, когда умершляем, да, от своего рода, так, с психологической точки зрения, то есть не даём разрешать, ну, не разрешаем проживать всю эту гамму этих эмоций, да, и не, ребёнок не приобретает опыт, что я вообще могу эти эмоции испытывать. Что это за эмоция вообще такая, да? Да, отсюда вырастают, кстати, очень часто созависимые люди, которые даже не могут распознать, а что я чувствую сейчас. А это голод, холод, это какие-то другие, да, состояния. И чего я хочу, да, тоже, вот потом вот с этим возникают проблемы. Потому что родители хотят удобных детей. Так, да, легко управляем. Чтобы не плакали, чтобы вели себя хорошо. Там многие, да, вот не бегай по лужам, не ходи туда, там, и так далее. Это же удобно, да, стирать штаны не нужно, да, потом. А вот ребёнку-то хочется, да, вот у него потребность такая есть попробовать, а как это по лужам-то бегать? Конечно, ребёнок, он на то и ребёнок, чтобы познавать этот мир, чтобы... Проживать своё детство. Проживать своё детство. Чтобы в этих всех процессах узнавать самого себя и уметь предъявлять себя, да, этому миру. И, конечно же, сталкиваясь с миром других людей, находить общий язык. Вот это, мне кажется, самые важные опыты, которые проживает и принимает ребёнок в процессе своей жизнедеятельности, да, в детстве. Или как репетиция, да, в родственной жизни. Конечно, конечно, да. Значит, что мы тогда, получается, в этом случае говорим, да, что ты имеешь право плакать, кричать, чувствовать... Я тебя понимаю. Я понимаю, как бы отзеркаливать его чувства, да. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, ты расстроен, ты плачешь, тебе плохо, тебе больно там, да. И ребёнок понимает, ага, меня слышат, меня понимают, значит, всё правильно, да, что со мной всё в порядке. А когда ребёнку говоришь, что не плачь, ты чего, как маленький, он понимает, что со мной что-то не так, да. Раз я себя так веду и меня не принимаю, значит, я какой-то не такой. И вот отсюда, да, нарушение самооценки и так далее по цепочке. Спасибо большое, Аня, было очень так доступно сегодня, просто и очень полезно. Мы говорили о том, как влияют детские травмы на наше здоровье и отношения с собой и с этим прекрасным миром. И у меня сегодня в гостях Анна Шкляева, психолог, специальный психолог. Аня, скажите, какие любите читать книги, какие любите смотреть фильмы и, может, что-то порекомендуете? Вот из последнего сейчас читаю книгу Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». Прям очень штука классная. Я, наверное, не скажу, что прям доступна всем будет эта книга, но попробовать можно, да. И много что интересного, да, можно узнать из себя. Там очень много можно почерпнуть, там очень многие объясняют ситуации нашей жизни, да, почему мы так поступаем, почему мы себя так ведём и так далее. Прям очень познавательно. Очень интересную книгу недавно прочитала Экхард Толли, вроде бы, автор «Сила момента сейчас». Отлично. Ну что, я… Она прям крутая. Крутая, да. Думаю, что кому будет интересно, пожалуйста, тоже читайте, изучайте себя и будьте счастливы. Это программа «Практическая психология». Всем любви, здоровья и счастья. До свидания. Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова